Кошачий Он самый большой кот Метр двадцать с хвостом Этот американский гигант Удивительно благороден И мягок характером Специалисты говорят, что эта кошка Имеет русский характер Мэн-куны независливы и эмоциональны На одном из сайтов нашел высказывание Мэн-кун это еще не человек, но уже не кот Это просто член семьи Замечательный характер Спокойный, ненавязчивый Ни у кого ни одной царапины нет При том, что когти мы стрижем только перед выставкой Очень любит детей Если хочешь взять его на руки Он пойдет всегда, ему это нравится Если он не хочет Он позволит себя взять Минутку полежит и уйдет Навязываться он не будет Нет времени погладить его Он пойдет, будет ходить, ждать То есть порода вообще шикарная Несмотря на размер Вот такая доброта Это кошка, собака и человек в одном животном Это животное, которое предано как собака Умное как кошка и как человек Животные, которые не надоедают Очень спокойные, не кусаются, не корябаются Никогда не гадят Никогда ничего не рвут, не царапаются На этой выставке на удивление и экспертов, и любителей кошек Много было курильских бобтейлов Знаменитых котов с хвостом-помпоном С дальневосточных островов Унашир и Итуруп Достаточно подвижное животное Люди много работают Им хочется как-то более отдохнуть Это животное для людей спортивного склада Ума, скажем так Люди, которые подвижные Которые любят спорт Активный отдых Это животное можно на поводочек Спокойненько с собой, как собачку В лес, на природу, на моря Как вы думаете, коту не мешает отсутствие хвоста? Нет Этому коту не мешает отсутствие хвоста Никакую дверь у нас не прищемит Нигде мы не путаемся с таким длинным хвостиком У них характер собаки Они подаются дрессировке Они нежные, ласковые У меня дома ребенок маленький И они вот как няньки И в основном от них нет запаха и леньки Очень чудесные Они по породе привязаны больше как собаки, чем кошки Очень дружелюбные Никогда не остаются одни Постоянно бегают за тобой, чтобы поиграть То есть не такие, как обычные коты Лежат, спят, постоянно кушают и спят Им надо постоянно общение Клеопатра хоть и маленькая, но уже с характером рычит Это неудивительно В бенгальских кошках течет кровь диких кошек из Индии Хотя эти животные появились в результате экспериментов американского фелинолога Джим Милл Отличаются от домашних кошек не только диким окрасом, но и характером Доброжелательная, общительная, не аллергическая Шерсть с нее нет, не выпадает Тихо, не рычи, не рычи Не знаю, да, необычно, она просто нравится мне Так, ну, частичка дикой природы В окрасе, и вот он мощный, видите Ой, господи Мощный, вот профиль Его Видно Я не знаю А ну а дома? Дома он, они очень нежные, с детьми прекрасные И все У меня они, как обычная кошка Ну, вот такую рыбу Ну, агрессивность у них Да, они очень любят воду Ой, ой, вот агрессивность на выставках Но это сейчас, пока мисс не попал на ринг Покричит, покричит и перестань Заглянули мы и в выставочные вольеры к донским сфинксам Популярным кошкам в Крыму Никто так не носит ожерелье, как дончаки Нам всего полгодика, очень маленькие Он очень нежный, преданный Любим хозяина Ждем с работы Такой характер, как у собачек маленьких Говорят, что они агрессивные Но на самом деле нет И очень теплые У них температура тела 39-40 градусов Они всегда горячие И можно использовать как грелку Ну, и на самом деле лечат всякие разные болезни А самое главное, это чисто русская порода Считается, что выведена где-то в Египте Или где-то там, в знойных странах Да, в Ростове-на-Дону Им всего 1986 года А вот персидских кошек С каждой выставкой становится меньше Скоро персы будут исчезающей породой Выставку удивило не только разнообразием пород Но и количеством участников Их было более 200 Самых разных Участники собрались со всего Крыма Поддержали нашу выставку Несмотря на все трудности сегодняшнего момента Жизненного Привезли очень красивых кошек На выставке представлено достаточно большое разнообразие Мейн-куны Шотландские веслоухие Шотландские прямоухие котята И взрослые животные И взрослые животные разных окрасов Как с длинной шерстью, так и с короткой Представлена очень редкая порода Деван-рекс Мейн-куны у нас представлены на этой выставке В большом количестве Разнообразных окрасов Очень хорошее поголовье Курильских бобтейлов Как короткошерстных, так и длинношерстных Но также и сфинксы, как обычно Традиционная порода для нашего клуба Столичная выставка еще раз показала Наши филинологи достигли больших результатов В разведении породистых кошек Которых не стыдно показать На любой международной выставке Этой весной впервые за последние 25 лет Мы наконец-то увидели розы На площадях нашей любимой столицы Эти цветы из наших теплиц В Мерестемном комплексе в этом сезоне Выращены тысячи разных цветов Сотрудники надеются, что скоро Они будут все высажены на улицы нашего города На грядках от 15 до 20 тысяч цветов Еще в рассаде Посмотрите, какие разноцветные сальвии От красных до темно-фиолетовых А модные петунии в полосочку И с расцветкой на любой вкус Мне, например, вот эти красные С белой каемочкой нравятся Я считаю, что все увидят Растения у нас в этом году очень красивые Большой очень ассортимент Стараемся, чтобы люди приходили у нас Покупали их И в дальнейшем, я думаю, что Производство натоши будет возобновляться Будет более-менее Может пройдет какая-то реконструкция Мы надеемся, мы стараемся Мы очень хотим, чтобы, как говорится Растения наши, которые выращенные Увидел город не только, как говорится На своих грядках, но и в городских клумбах Удивительно красивые сиреневые агератумы И яркие оранжевые бархатцы Кстати, цветы священные для Востока Обеззараживающие пространство Мы надеемся, что возродится Все-таки начало движение какое-то У нас здесь Не застой, как раньше был Начало хоть немножечко работать Мы начали по-другому Всю эту зиму все сотрудники теплиц Работали, не покладая рук Впервые из-за саженной рассады все грядки И впервые целая теплица саженцев Новых сортов роз Теплица принадлежит городу с 2013 года Решением Государственного совета Они были переданы в город И на сегодняшний день Стараемся их немножечко развивать Поднимать и выращивать для города Самую красивую рассаду Чтобы вернуть городу славу Зеленого, самого зеленого города Теперь уже России Розы, уже появившиеся на площадях нашего города Радуют Проходит время, когда кроме травы и билбордов Не на что было и смотреть В Симферополе уже высажены Первые 10 тысяч цветов Особенно красивые клумбы в парке имени Тренева Горожане ходят теперь сюда На экскурсии Очень нравится Я прихожу сюда со своим маленьким внуком Ему 5 лет Парк стал красивый Цветы везде высажены Работают фонтаны Вечером они, по-моему, даже цветные Паровозик ездит Там везде работают всякие аттракционы Дети бегают Очень нравится Даже посидеть Когда дитё и гуляет Вот ребёнок, когда гуляет Даже посидеть Просто самому отдохнуть Прекрасно Очень хорошо Раньше, конечно, не было вот такого цветника хорошего Но сейчас очень хорошо Посадили и всё Дети ходят очень довольны Мамочки с ними ходят Очень хорошо и очень довольны Цветоводы мечтают не только вернуть Симферополю звание самого зелёного города А он носил такое звание во времена Советского Союза Цветоводы мечтают сделать его цветущим Ведь многие ещё помнят, как выглядела наша столица лет 30-40 назад Когда вместо многочисленных торговых павильонов на площади имени Куйбышева цвели розы и канны И посмотрите, как выглядели улицы Симферополя Узнаёте? Это улица имени Гагарина Здание утопали в цветах Это было Греется кошка Прячет улыбку в усы Глаза зажмурив Кошки Самые любопытные Самые потрясающие существа на нашей планете Загадочные и непостижимые Умные и ласковые Они не только спасают нас от нашествия крыс и мышей Они стоят на страже нашего здоровья Не можете взять домой такого доктора Возьмите шефство над кошками вашего двора Им так нужно наше участие, наша забота Не проходите мимо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!